всем привет с вами василий павленко сайт язвен studio и сегодняшнее видео посвящено тоже как бы сделано на основе вопросов связанных с дополнительным контентом для pinacle studio ну там как 15 так 16 в принципе версий как где чего брать куда это все и как устанавливается где он находится ну и так далее и тому подобное все связано с дополнительным контентом то есть там темы для монтажа движущиеся титры и так далее ну кто пишет до сих пор диски там тоже и и кнопки и бэкграунды и все там содержится и так по умолчанию если тут у меня проблема тоже возникла как бы чтобы вас не запутать но по умолчанию это все ставится дополнительный контент но если вы устанавливаете программами с программой что-то шло дополнительный контент устанавливается по следующему пути на диске c в папочку пользователи или юзер users или как она правильно называется пользователи да здесь общие документы и здесь есть папка pinacle открываем ее и уже внутренние вот саде папочка есть контент но у меня здесь ничего нету потому по той причине по простой потому что во первых данное видео пишу на ноутбуке у меня как бы место здесь не безграничным и вторая причина и было было раньше сейчас не знаю насколько это актуально там с 15 ну 16 версии я не слышал таких проблем а с 15 не знаю раньше была такая вещь что если допустим дополнительный контент или что-то устанавливается для pinacle studio и в пути к этой папке до содержится русские названия в том числе даже просто видео вы добавляете какое-то и в пути к этому видео содержится русские название вот допустим здесь папка не users а пользователи общие опять же русская общие документы вот то как бы могли возникнуть с этим проблемам там могло не отображать не видеть короче и по этой причине уже по старой привычке и по причине того что ну ограниченное как сказать пространство дисковое ноутбуке поэтому я это все при установке программы я это установил на диск d в принципе так можно сделать но лучше конечно устанавливать по умолчанию хотя там где выбрали программу там должны быть не инструкции читайте внимательно как что и куда и устанавливаться и так я на диске d просто-напросто создал такой же путь только с английскими названиями не пользователей я на диске d создал папку users как должно быть по-английски то же самое все так сейчас мы сравним чтобы это было видно то есть вместо пользователя создал папочку users тут общие документы здесь у нас естественно публик здесь у меня одна папка потому что у меня больше ничего здесь нету на здесь общие документы и в этих общих документах у меня тоже пинакл и здесь пинакл но она должна по умолчанию если вы не устанавливали должна содержаться вот на диске c вот по данному пути проект я еще расскажу и папочка контент и здесь вот у меня поскольку на диске d у вас будут на c тоже вот контент папочка и здесь вот все дополнительные материалы находящиеся установлены у вас а вместе с программой или вы потом до устанавливаете все в принципе попадает данную папку и так здесь что можно во первых для чего нужно можно с компьютера на компьютер перенести допустим какие темы для монтажа или что-то просто-напросто взять эти файлы и перенести на другой компьютер в данном случае вот темы для монтажа и лежат в папочке вот и mg templates они разделены по таким вот папочкам то есть если в программе это все смотреть на я не буду сейчас открывать программу если программе смотрите там ну отдельные там какая-нибудь выбираете тему для монтажа и там содержится несколько да и тем начало может быть конец средина вот тоже самое здесь они вот все по папкам открываем и здесь вот несколько вот этих тем содержится до частей темы одной то есть одна тема саде состоит наверное сколько из трех файлов до из трех файлов в принципе один по моему вот да а xl это служит для 15 студии предназначен в принципе а вот это а xd он для 16 то есть такая универсальная установка то есть вот эти два файла на 15 до 16 студии и превьюшка то что непосредственно мы можем увидеть там превьюшки в программе до которые библиотеки там появляются вот превьюшки эти вот не изображения то есть два файла эффекта непосредственно они в принципе кстати для тех кто разбирается все эффекты описаны на языке xml кто разбирается может их менять заменять что-то движение создавать новые другие и так далее ну это ладно где вы не относится то есть все что вам надо если вы хотите на другой компьютер перенести ли где-то скачали какие-то эффекты которые без установщика то есть бывают какие-то пакеты или эффекты там отдельные да вот допустим отдельная тема обычные как программа xf файл вы его запускаете и он сам распаковывается но учтите что такой файл будет распаковываться по пути который как бы существует по умолчанию то есть это будет на диск c и так далее то что я вам сейчас показал вот если же допустим вы или нашли не xf файл а вот отдельные такие вот как я показал или файл отдельные или вот но обычно она все равно в папке идет то есть без установщика или же допустим как у меня в данном случае путь изменен да я перенес не по умолчанию у меня стоят а вот на диске d в данном случае то все что вам нужно это естественно вот данные файлы папки верней просто-напросто куда-то перенести и закачать в эту папку то есть отсюда их можно все перенести на другой компьютер или так далее и тому подобное так это вот и мг template естественно кстати здесь если какие-то дополнительные материалы допустим содержится в данной теме монтажа в ней будет такая вот папочка ой даже читать не будут как он называется где можно вот какие-нибудь картинки которые может вам еще помимо помимо того что она там в теме монтажа можно использовать еще где-либо ну то есть вот в данном случае станут пнг какие-то картинки может вам куда-то еще пригодятся может вы их захотите где-то использовать можно их отсюда взять то есть вот вот эта папочка ай а а сетс или что-то вроде этого если она есть в папке с темой монтажа там можно найти все картинки которые содержат данная тема помимо этого так в папке контент поскольку там весь дополнительный контент там естественно допустим альфа-мэйджик это маски обычный вот в джипэг формате может вам тоже куда-нибудь пригодится захотите где-то использовать пожалуйста там background разные изображения может быть пригодятся дальше что у нас тут background широкоформатный бутон но это кнопки кстати в кнопках бывает вообще всякой ерунды много тут вот у меня откуда тут много детских каких-то картинок ну это в основном для dvd и там записи или blu-ray за рассчитано но может вот пригодятся куда-нибудь такие штучки вам потом ну голливуд fx в принципе если он у вас установлен то принципе здесь тоже где-то должны быть какие-то картинки которые если содержится в пакетах ну там пакеты эффектов для данной программы идут и здесь вот здесь вот вот наверно вы мэйджи да вот здесь тоже можно очень много разных картинок которые возможно тоже прям могут пригодиться куда-нибудь можно их отсюда тоже брать и использовать так так нг-темплейс понятно ну меню это меню 9 так моушен багров бэкграунд это но бэкграунд видео видео это все видео то есть есть тоже можно если он они у вас конечно установлены то можно отсюда взять и использовать там в другой программе ну где хотите что хотите делайте то есть вот такие здесь есть футажи в принципе который можно хоть где использует там в том же прошлый продюсер или просто-напросто выдернуть отсюда вот это видео и использовать по своему усмотрению в той же даже pinnacle studio так с этим понятно так и так моушен титл с это короче движущиеся титры которые вот в папке моушен содержится как раз вот три папки где вот enter это входные титры exit как они уходят и как они себя ведут во время показа вот м хазис ой короче вот еще одна папка там находятся титры короче как они себя ведут во время показывают каждый титры могут содержать по нескольку файлов они содержат тоже превьюшки здесь есть изображений и непосредственно описание движений в принципе тоже на xml написано все кто разбирается пожалуйста пользуйтесь и также вот из этих трех папок даже можно допустим целиком эту папку моушен или отдельные какие-то но отдельные эффекты здесь видите тут можно ориентироваться как бы по номерам да вот один три файла четыре файла тут 24 файла это как уходят с экрана как ведут все во время показывают он раз два три четыре пять шесть семь восемь файлов единицы четыре файла ну то есть по номерам может ориентироваться или если вам надо на другой компьютер перенести тогда можно просто напросто целиком вот эту папочку моушен перенести так оверлейс наложения но это тоже какие-то картинки много ерунды всякой и ну возможно все равно можно что-то найти тоже может пригодиться ну то есть ясно в этой папке содержится все ваши дополнительные материалы которые вы устанавливаете отдельно или вместе со студией пакетом там где-то качали и так далее и так но давайте те на конкретном примере это все рассмотрим я вам один сайт покажу в принципе я даже тоже не пользовался им это просто вот для этого урок специально нашел но я знал про этот сайт ну вот специально для этого урока я зашел на него и сейчас посмотрим как это все в принципе устанавливается и где это можно в принципе вот на данном сайте легально взять вот какой-то дополнительный контент так сайт называется естественно по так где она у нас по аналогии вот 20 цента mt2 цент сайт так и называется так вот 20 цент видео комп французский по моему насколько я понял вот тут можно английский переключиться можно тут есть автоматический переводчик если нужно я не буду нажимать он только тормозит сейчас будет мне тут так ну давайте попробуем на английский переключиться может быть как бы все-таки английский уже попривычнее чем хотя и не знаю вот на данном сайте нужно обязательно зарегистрироваться темы предоставляют совершенно все бесплатно для некоммерческого использования как я понял они тут пишут ну для домашнего пожалуйста видео что хотите это но обязательно зарегистрироваться иначе он вам просто не даст скачать при нажатии на ссылку но все может посмотреть но при нажатии на ссылку скачать он будет перекидывать на страницу где будут вам предложено сделать пожертвования в пользу развития сайта что-то в этом роде и так ну ссылку я напишу естественно в описании на данный сайт так и давайте начнем вот с тем монтажа до идем вот монтаж тем вот они здесь по категориям разбиты также и давайте чего-нибудь вот ну 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 монтаж тем да что ж такое так вот 3d тем давайте я возьму например в данной категории допустим вот несколько содержится ну ни одна вариантов темы вот допустим здесь ну достаточно много здесь тем у кого их там мало ли вообще нет как вот пожалуйста можете отсюда качать я беру допустим первую попавшуюся по-моему даже у меня ее нету и так естественно вот выбираем допустим эту нажимаем вот здесь или здесь так подождите давайте новую вкладку открывается у вас такая следующая кошка где во первых естественно можно посмотреть как она выглядит данная тема что она будет показывать и что делать во вторых что здесь на что внимание обратить но здесь как бы описание настройки которые будут у вас pinacle studio присутствовать и здесь надо на что обратить внимание во первых вот здесь написаны значки нарисованы для каких версий программы подойдет данная тема монтажа если но 12 это значит как бы от 12 и ниже она по ну 12 подойдет короче да и ниже подойдет уже так если вот такой значок 14 написано значит 14 15 студия подойдет если вот такой значок стоит а вид studio это значит она подойдет для а вид studio и для pinacle studio 16 версии ну что фактически есть на данный момент уже pinacle а вид studio бывшие сейчас уже 16 pinacle и здесь вот здесь два варианта как бы ну давайте сейчас нажмем на переводчик посмотрим что он нам переведет но автоматически так вот в принципе можно понять даже не зная языка вот по автоматическому переводу здесь вот файл xe то что я говорил может вы его запускаете и она у вас устанавливает автоматически все в папку по как бы ну я не знаю не пробовал ну наверно скорее всего в папку по молчанию где должен содержаться данный контент вот и вот можно нажать давать и у вас скачается данный файл или же вот zip архив который предназначен вот для висты для семерки ой вернее не не для предназначен для висты для семерки а для висты для семерки вот путь указан можете здесь прочитать ну то что я вам сейчас показывал c users то есть пользователи публик общие общие или как там общие документы или вот документ спинакл контент и ng templates этот по этому пути надо распаковать сам самому данный архив и так мы давайте нажмем 2 скачаем его и посмотрим что у нас там скачается так сохранить окей так прям надо сохранить так все файл скачался находим на диске d наш файл вот он 20 цент 3d темос открываем архив и у нас вот она папочка с данной темой монтажа где внутри уже вот содержится вся эта ерунда то что я вам показывал и просто-напросто мы открываем данный путь по которой я рассказывал в начале вот ну у меня поскольку на диске d поэтому я не качал exe файл я вот скачь скачал вот этот и просто-напросто берем эту эту и распаковываем данную папочку в эту папку ng templates у себя на компьютере вот она у нас уже установила ну перенеслась сюда распаковалась вот то же самое можно увидеть то что я вам показывал в начале по два файла один предназначен для 15 14 и так далее пинакл студия версий второй файл предназначен для avid studio и 16 пинакл также вот здесь какие-то дополнительные изображения или что-то содержится они вот этой асетс или как она асетс папочки содержится что-то тут какие-то вот рамка бэкграунды какие-то маски то есть все наша тема установилась и если теперь мы запустим программу у нас появится там библиотеки в темах для монтажа вот данная тема которая будет называться 3d тема но поскольку мы качаем с ну короче с нерусского сайта там все будет как бы на английском языке то есть если вы где-то видели там что-то на русском это уже переводы самоделки а здесь же все будет на английском но там я не знаю там читать там нечего я думаю поэтому в данном случае это я не думаю что проблему какую-то составит вот так устанавливаются темы также они как сказал из этой папки или целиком эту папку mbg templates можно перенести на другой компьютер и поскольку кстати здесь содержится как файлы вот для пятнадцатой так и для шестнадцатой студии можно их между студиями тоже так же перекинуть кстати там с компьютера на компьютер или что-то так ну короче посмотрите тем в принципе здесь достаточно ну я бы сказал много посмотрите как я сказал смотрите на значки а то вдруг там ну по моему я конечно не лазил тут по всем темам но по моему они а для все темы как бы наверное универсальные то есть и для младших студий пинакл и начиная с 14 15 и вот авиат студия и 16 пинакл смотрите за этими значками и путь куда устанавливать написан вот здесь вот так что здесь все подсказки есть я думаю разберетесь как она выглядит естественно может посмотреть нужно ли она вам вообще данная тема титры какие-то на доске вот видите тоже куда не сгодится так ну потом что здесь еще есть как бы ну здесь очень мало но все-таки тут несколько штуки для начала как бы можете посмотреть так вот название а я перевод нажал да сейчас на английский хотя включим чтобы было нормально видно вот моушен титлы зараза не надо переводить и ну здесь нет как бы их очень мало но все-таки есть и можете тоже посмотреть если у кого совсем нет можете попробовать скачать и установить то же самое выбираем какие-нибудь титры нажимаем посмотреть можно просмотреть как они выглядят то есть как они заходят как ведут во время показа и как они уходят то есть там три файла будет или ну три вернее папки я вам показывал да опять же xf файл можно скачать и он устан вот кстати видите для младших студии не подходит зачеркну значок то есть подойдет начиная с 14 15 и avit studio и 16 pinacle можно установить так xf файл да он сам распакует куда надо или же можно опять же zip архивом скачать и здесь указан для висты и семерки путь куда это можно установить то что я вам показывал то есть вот юзер публик документы pinacle контент и motion titlas так контент где я вам показывал елки это вот motion titlas и здесь вот вот что и написано motion motion или motions и здесь вот три папочки по движению нажимаем дала то же самое сохранить пусть на д открываем наш проводник вот он наш архив motion вот он motion и как видите здесь содержится вот три папки в которых содержится непосредственно данные титры xml файл мы не трогаем мы открываем папку exit здесь открываем идентичную папку одноименную и переносим выделяем здесь все ну или раз сначала распакуйте потом переносить или сразу но они у меня уже установлены поэтому видите она спрашивает заменить не заменить не надо ничего не менять так дальше берем здесь enter папку здесь enter папку то же самое выделяем все и переносим сюда ну я не буду их устанавливать потому что они у меня есть и то же самое вот эмпхазис или что это за папка ну короче то же самое делаем переносим и все на этом наш как бы перенос наших титров закончен установка вот и все дела где это все прячется теперь вы знаете как можно их вручную сюда перенести или на другой компьютер отсюда могу я перенести где можно добыть каких-нибудь изображений себе футажей или что-нибудь если они у вас установлены все это находится здесь как бы ну вот где это официально можно взять как бы я вам показал здесь в принципе есть много еще всего интересного поэтому можете полазить посмотреть что здесь еще есть гиф анимации очень много здесь кстати написано как редактировать эти темы для монтажа кому интересно эти файлы xml особенность xml который вот и пинакл понимает короче полазите посмотрите я думаю еще найдете много чего интересного на этом сайте ну где еще я не знаю честно сказать брать я никогда не интересовался так как то этим вопросом но в принципе пока у нас в россии торренты не совсем не запретили я думаю учитесь если кто не знает пользуется торрентами много и ссылок публиковать не буду видео показывать тоже не буду не хочу никаких как бы лишних забот себе взваливать хватит мне ютуба с его музыкой поэтому могу на словах сказать посмотрите там допустим только ищите там на знаменитых трекерах не таких которых сейчас очень много развелось там однодневных ищите на больших знаменитых трекерах где много людей качают комментарии оставляют в комментариях естественно можно вернее даже не комментарии это же как торренты это все таки это форумы можно почитать и посмотреть что люди пишут стоит это вообще качать и кого какие проблемы и там же они все решаются можно это все найти при желании на том же вот ру трекере наверное самый большой старый русский трекер пинакл студию можно найти допустим и какие саму такие эффекты к ней можно найти есть доктор вован да на его форуме можно найти очень много и полезной информации в том числе и темы саму пинакл студию также можно допустим есть такой товарищ как пушок пушок ру по моему сайт тоже можно посмотреть и допустим тоже довольно популярные сборки там допустим тоже 16 версии студии если мне не изменяет память по моему сайт называется видео фото про у них еще такой логотип ввв и п да или вввп как он правильно ну видео фото про на наберите там поисковике найдете можно тоже найти там пакеты эффектов ну то есть контента дополнительного и непосредственно сами программы но как говорю ссылки давать не буду и показывать тоже не буду но проблем в поисковике я думаю не составит найти на этом думаю все все наверное я тут рассказал уже на сегодня всем пока с вами был Василий Павленко сайт язван студио заходите на сайт на форум комментируйте задавайте вопросы всем пока пока пока